В эфире Рождённые после СССР. Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждёт в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о произведениях искусства, которые сложно коллекционировать, трудно понимать и невозможно создать в одиночку. О направлении Science Art. Что даёт подобное творчество молодым художникам, подробнее обсудим во второй части программы. Начнём же с вопроса, что называется, на понимание, на который я попрошу ответить теоретиков современного искусства Дмитрия Булатова и Дмитрия Галкина. Они с нами по скайпу и основателя, директора лаборатории Art Science Space Дарью Пархоменко. Даша, к вам этот вопрос. Если можно, на понимание коротко, чтобы все как-то сразу вошли в ту сферу, о которой мы будем говорить. Что это? Ну, из самого названия это искусство и наука одновременно. Science Art. На самом деле, это феномен в культуре. Это не только современное искусство, это нечто такое, когда художник внедряется в самые сложные научные вопросы и пытается их препарировать уже своими художественными методами. То есть, по сути, это современное искусство, которое использует технологические медиа, новые медиа в своём инструментарии, актуализирует научные проблемы. И зачастую эти художники часто сотрудничают с учёными. То есть, вот такое сложно составное. Но, опять же, мне кажется, очень важно, что Science Art выходит за рамки современного искусства. Даша, об этом чуть позже. Дмитрия Булатова спрошу. Вы тоже и художник, и, собственно говоря, теоретик. Вы также определяете, или у вас есть какой-то свой взгляд, свой заход на Science Art? Добрый день. Для меня это область современного искусства, которая связана с научными исследовательскими методиками и новейшими технологиями. Дело в том, что в разные периоды истории в качестве высоких технологий фигурировали уголь, краски, скульптурные элементы, печатная машинка. А позднее такими технологиями считались фотография, видео, приведение, кино, компьютерная графика. Сегодня ситуация изменилась, и в качестве таких технологий рассматриваются, ну и по меньшей мере, робототехника, информационные технологии, биогенная инженерия, целый-целый сет нейробиомедицинских наук. При этом, я согласен с Дарьей, Art and Science это нечто третье по отношению к искусству современному и науке, поскольку Science Art способен создавать какие-то альтернативные версии реальности, выходя за пределы возможностей науки. Но вот очень важно для меня, по меньшей мере, такой постиндустриальный тип существования и производства Art and Science, который очерчен целым рядом современных технологий. Как я сказал, это в первую очередь биомедицина, робототехника, информационные технологии. Дмитрий, спасибо. Мы чуть позже поговорим вот как раз про те направления, куда Science Art развивается более активно. А сейчас мы посмотрим, да, на самом деле, вот небольшую работу из лаборатории Дарьи. Вы вступаете в невербальный контакт с роботом. Он деликатно исследует ваше лицо прикосновениями, подобно тому, как это делают слепые. Сможете ли вы довериться машине? Какие эмоции при этом испытаете? Это партисипативное произведение, в котором зритель и его реакция на тактильные взаимодействия с роботом являются самой важной частью. Слепой робот. Художественное исследование телесного интеллекта и проблемы embodiment на стыке робототехники и социального моделирования. И коллективная работа художников, ученых и кураторов. Я думаю, что надо Дашу попросить рассказать про этот сюжет. Даша, основатель лаборатории, самой первой и, может быть, даже единственной, потому что много мастерских каких-то. В России. В России, да. Это лаборатория, которая практически 8 лет уже работает, соединяет ученых и художников. Тоже вы расскажете, по какому принципу. И, может быть, несколько слов про этот проект, про инкубатор. Видео. Это была роботическая тактильная инсталляция. Блайнд-робот, да, слепой робот, канадско-сингапурского художника Луи Филипп Деймерса. И этот проект, который сейчас мы вместе со зрителями и слушателями видели на экране, это мы показывали в некоммерческой программе «Космоско». То есть для нас это тоже очень важно, чтобы помимо наших залов, да, помимо, там, мастерских, есть возможность показать для очень широкой аудитории, да, и вот в некоммерческой программе, в том числе ярмарок, да, и разных мы участвуем. Там суть заключалась в том, что робот, да, вот такой, как бы, роботический манипулятор, да, по сути, состоящий из очень чувствительных кистей, да, рук, пальцев, ну, таких вот. Этот роботический манипулятор приглашает зрителей присесть рядом и вступить с ними в невербальный контакт. По сути, произведение заключается не в самом вот этом вот роботическом существе, а в реакции зрителя, как он отреагирует, насколько он сможет довериться. Я вас перебью, потому что у нас на скайпе из Томска Дмитрий Галкин, и я как раз его хотела спросить как эксперта по искусственной жизни, да, вот, может быть, искусство превращается в чистую такую технологию, и вот там частота взаимодействия художника-зрителя, которую мы можем воспринимать там через века, через поколения, да, она пропадает, и человек остается так вот, как мы видели, да, один на один с технологией, или, может быть, даже самим собой, то есть технология как-то отражает его обратно. Дмитрий, что скажете? Ну, вопрос такой достаточно с глубоким философским подтекстом, и ту работу, которую показывала Дарья Лудимера, она, в общем, тоже об этом. Art and Science, или мы слышали, как терминология менялась по ходу разговора, Science Art или Art and Science, действительно, очень серьезно проблематизирует, что происходит сегодня с человеком на фоне технологий. Становится ли он, ну, я называю это антроподефицитом, становится ли человек дефицитен по отношению к технологиям, становится ли он вторичен, либо, как настаивают трансгуманисты, технологии подталкивают человеческое к какому-то пределу, за которым появится новый человек. То есть тот человек, которого мы знаем, к которому мы привыкли, это ограниченное смертное биологическое существо, переходит, как Турщин говорил, в ситуацию фазового скачка, фазового перехода, когда он, возможно, станет совсем другим и будет смеяться над собой прошлым. И вот с моей точки зрения, Art and Science, видимо, одна из самых интересных и, если можно так выразиться, продвинутых областей исследования, где, собственно, этот вопрос разбирается не на уровне маркетинга, предположим, или не на уровне какого-то биологического моделирования, а на уровне такой вот фундаментальной проблематики, чем человек становится. И в этом смысле Art and Science – это колоссальное культурное достижение последних 20 лет, хотя я соглашусь с Дмитрием, история взаимодействия искусства и науки богата, драматична, и в Европе, ну, по крайней мере, с эпохи Возрождения. Спасибо, Дмитрий. Ну, вот я хочу сказать, что в России, ну, некоторое время как работает и требуется какая-то специальная поддержка, а вот есть, можно сказать, уже практически классики жанра. Хочу вспомнить Джо Дэвиса, который 25 лет в этом направлении работает, художник, который много интересного сделал. Мы сейчас посмотрим небольшой фрагмент из обсуждения в музее «Гараж». И Джо Дэвис был по скайпу, он свою позицию, вот свое такое обоснование и в этой сфере искусства высказал. Это интересно, потому что Джо Дэвис, он очень любопытный делал всякие вещи. Например, он такой вот из того, что делал, построил аудиомикроскоп, который переводил изображения в аудиосигналы и давал возможность услышать живые клетки. То есть вот можно было посмотреть, узнать, как бактерии кишечной палочки реагируют на различные звуки и музыку. Или он там закодировал карту Млечного Пути в ДНК и хотел вставить этот фрагмент в лабораторных мышей. Вообще мышей, я так понимаю, в Science Art любят. Ну вот, мы посмотрим Джо Дэвис. Я хотела сказать, что еще 2000 лет назад существовали ученые, которые работали в разных сферах. Существуют многочисленные книги по архитектуре. И еще тогда высказывались мнения о том, что же нужно сдать художнику. И в первую очередь художнику нужно было описывать все, что он видит в мире, начиная от гор, заканчивая луной. Он должен уметь писать песни. Мне кажется, что сейчас наступает новый век в Витруве, поскольку сейчас и художники, и ученые неожиданно начали присматриваться друг к другу, начали работать вместе. И они вместе начали исследовать космос, который находится и внутри нас, и снаружи нас. И мне кажется, нам необходимо именно такое сотрудничество для того, чтобы исследовать человеческий дух и законы жизни. Мне кажется, что мы можем сделать это только вместе. И да, нам нужно учиться говорить на общем языке. Ну вот мнение Джо Дэвиса, в чем любопытно, он делает работу в том числе «Шокирующие тайки», тем не менее, и поддерживает нас. Ну, не особо шокирующие. Человек, на самом деле. И было очень здорово, что вот он включился тогда, на самом деле, так неожиданно, не запланированно в конференцию. Даша, у меня к вам вопрос. Скажите, насколько готовы российские ученые сотрудничать? Потому что есть такой образ физики-лирики, которые вроде бы идут параллельным гуманитарным путем. А с другой стороны, все-таки должны как-то впустить в лабораторию, рассказать что-то. Это тоже молодые люди? Или вы обращаетесь к уже таким маститам, известным ученым? Я знаю, что много связанного с интеллектом вы тоже исследовали, в Курчатовском тоже были. Прежде всего, действительно, мне кажется, люди, которые видят в современных художников каких-то, может быть, даже для себя интересных партнеров, для своих каких-то гипотез, которые бы они в чисто научной среде не рассказали бы и не проявили. И то, что это люди, скажем, такой очень высокого интеллекта и интуиции, они открывают не только свои лаборатории, но и молодежь свою приучают к этому. И говорят, что учитесь мыслить открыто. Смотрите на это. Ну, это вот интересно. Я тогда хочу спросить, тоже вернуться к Дмитрию Галкину, потому что были какие-то, и спросить, были какие-то похожие проекты, может быть, в советском прошлом, потому что тогда все-таки лаборатории были закрыты, и закрыты очень серьезно, на ключ по понятным причинам. Большая часть научных каких-то очень интересных вещей, они происходили где-то, обыватель об этом не знал, и совершенно было невозможно представить, чтобы художник пошел и что-то себе такое придумал. Тем не менее, может быть, в советском искусстве что-то похожее было. Дмитрий Галкин. Есть совершенно уникальная история. Она из Казани. И связана она с таким культурным героем, что ли, советского периода, который и в своей деятельности, и в себе лично как раз олицетворял совершенно уникальное сочетание искусства, науки и технологий. Это ОКБ Прометей. И его основатель, духовный лидер, руководитель Булат Галеев. Вот если брать чисто советский такой период, где можно проследить, как на базе, в общем, полувоенного вуза была создана лаборатория, потом ОКБ, в основе которой лежали идеи пересечения определенной эстетической теории, связанной с синэстезией так называемой, то есть единство чувственного опыта человека, технологий, которые синэстезию производят, и научных исследований из области акустики, оптики, математики. Много лет они проводили конференции, в которых участвовали инженеры, ученые, художники, искусствоведы. И там колоссальный архив, масса проектов, которые были связаны с театром, с архитектурой. Они делали инновационные, совершенно такие инженерно-психологические разработки для космонавтики. Если вот просто этот пример рассмотреть, он по-своему для советского периода уникален и совершенно не вписывается, конечно, в контекст вот этого размежевания, научного и художественного. Спасибо, Дмитрий Галкин. Мы говорим о вещах таких высоких, но вот в нынешней сайенс-арте есть еще такой вход из разных других каких-то областей. Вот мы можем посмотреть, как это буквально вот выстраивается, устраивается. Назар Ахманов, Настя Толчнева. И Назар пришел в эту именно сферу, в общем-то так, из перформанса, из танцев, то есть из танцев в сайенс-арт технологии. И мы можем посмотреть, какую именно. Очень сразу же нас влёк магнетизм, вот. И таким образом мы сначала пробовали что-то просто с постоянными магнитами думали делать, вот, но в конце концов пришли как бы к электромагнитам, то есть катушкам индуктивности. Мы моделируем таким образом ситуацию, что мы так и можем его сенсорно переживать. Вот, то есть благодаря, например, постоянным магнитам, которые вносятся в поле, вот, видели, он начинает вибрировать, собственно, с этой частотой 50 Гц, что соответствует 3000 колебаний в минуту. Вот, а будет инсталляция, вот, соответственно, будет подвешено большое такое блюдо металлическое с водой, вот, основу этой инсталляции составляет блюдо подвешенное, под которым находится катушка, внутри блюда вода, и это блюдо звучит, вот, и и по воде еще сходится. Вот. на самом деле людей много, вариантов инсталляции тоже много, нам как-то нравится очень спокойно просто исследовать разные материалы, вот, и вот конкретному событию в Петербурге мы готовим конкретную инсталляцию, но этим все не завершилось. наш поезд, он такой дом, мы в это вещество погружаем человека, человек кристаллизуется, соответственно, нас интересует сам момент кристаллизации и переживание тела живого в растворе ацетата. Вот такая тема, да. Но, мы его делали во время фестиваля Больтех 2016, но провалились с ним, потому что у нас лопнул аквариум, вот, и не случилось того, что должно было произойти в полной мере. Ну вот, мастерская Анатсара Ахманова Настя Толчневой, очень много о телесности вот все время происходит, это какая-то вот важная вещь, почему-то связанная с технологией через science art, но я хочу Дмитрия Булатова о другом спросить, вот вы как художник, как теоретик, может быть, ответьте, вот каким образом можно оценивать подобного рода произведения, да, то есть искусствоведам так вот традиционно раньше ставили глаз, что называется, и было понятно, ну, более-менее понятно большинство, как вот смотреть на это, а как быть вот с этими новыми технологиями, как, ну, не знаю, вот определять их художественную ценность, так осторожно скажу, или это не имеет значения уже? Я хотел еще сказать, о моменте сотрудничества с учеными, один момент, тот, я работаю в Государственном центре современного искусства, и мы с Дмитрием работаем в разных филиалах, мы на протяжении уже двух десятилетий работаем с проблематикой art and science, и интересен опыт, когда нынешнее поколение пытается сотрудничать с учеными, но у нас был опыт от конца 90-х, начала 2000-х, работы с учеными, и тогда очень многие институции удавалось попадать только и исключительно с разрешения, с разрешительного письма, написанным замминистра культуры, то есть по сравнению, вот прошло уже 20 лет, и сейчас, конечно, вот это взаимоотношение ученых и художников становится намного открытием. Что касается оценки такого рода произведений, здесь нужно учитывать две составляющие, что art and science это не столько и не только визуальная практика, то есть изобразительное искусство здесь, конечно, подключается, начиная и, соответственно, критерии, по которым оцениваются эти произведения, но art and science не исчерпывается только исключительно визуальной изобразительной стороной, и в этом смысле антология, которую ведет он, ну, по меньшей мере, с эпохи возрождения, также понуждает оценивать процессуальную сторону, когнитивную сторону. Это значит, что не только и не столько следует обращать на то, как это произведение выглядит, его изобразительная составляющая, в чем заключается, но также и в большей мере на то, какого рода когнитивные технологии стоят за этим произведением. Это очень важно. И здесь как раз подключается концептуальная красота, но не та математическая красота, с которой мы оцениваем формулы или красоту молекул, фотографии молекул, а когнитивная красота как художнику, как художник умудряется не столько подтверждать технологические версии реальности, сколько очерчивать границы их применимости за счет какого рода стратегий художественного характера. Поэтому обращая внимание на работу с медиумом, с физикалистской природой я бы в большей мере обращал внимание на когнитивную составляющую этих художественных проектов и инсталляций. Какого рода идеи там лежат в основе этих инсталляций? Ведь арт и сайенс недостаточно только исключительно быть похожим на науку и делать так, как в науке, а нужно скорее задаваться вопросом, что может сделать арт и сайенс такого, чего не может сделать наука? Дмитрий Булатов это такая интересная история по поводу то есть надо смотреть на то, что там заложено, а не то, что ты видишь и все-таки он произнес слово красота. Вот как вы понимаете будет художник этот условно говоря успешен в этом в арт сайте? То есть вам же тоже надо понимать поскольку это все-таки достаточно дорогостоящий проект наверное да? Ну вы знаете я сейчас последние три года еще преподаю авторские курсы методики и практики сайенс арта и на мой курс приходят студенты собственно это уже магистратура да? Это уже в основном художники которые получили образование первое в том или ином вузе и они приходят в свободные мастерские Московского музея современного искусства дальше нужно получить уже дополнительный такой апгрейд образования и вот там интересно да? Я смотрю кто из них хотя бы из этих 30 прекрасных глаз может быть хотя бы ну в смысле пар глаз да? То есть из этих 30 человек хотя бы два человека станут ли они практиковать сайенс арт? Вот вот в чем вопрос потому что конечно здесь сложно это до сих пор к сожалению к огромному сожалению остается искусство которому немногие художники осмеливаются подступить по-настоящему профессионально это практиковать не однажды попробовать да? Почему? Мне кажется тут еще момент денег можно эту практику монетизировать особенно с тем что сейчас есть очень ясный тренд в рекламной индустрии я вам скажу наверное по секрету может быть это не совсем многим коллегам понравится действительно художники этим умеют возможность подрабатывать да? потому что Science Arts становится очень востребованным на разнообразных там ну скажем рекламных акциях да и так далее потому что очень многие бренды понимают что им мало обычной вот рекламы им нужны выставки они хотят выходить в офлайна они хотят быть модными интересными и здесь как раз технологическое искусство подключается и оно может приносить собственно говоря художнику дополнительный заработок если он сможет разделять очень грамотно разделять да свое творчество на там какой-то там музейное и возвышенное да и на некоторый подработок да то же самое что ну до той поры человек должен как-то жить да должен как-то пробовать экспериментировать вот вы с лабораторией вы как-то гранты привлекаете вот собственно говоря вот на это все вы знаете у нас совершенно такая смешанная стратегия мы действительно и получали какие-то гранты от министерства культуры и от частных фондов но сейчас в основном с новыми проектами стратегия то что нас поддерживают частные компании которым действительно интересно быть рядом вот с таким искусством с новым с искусством будущего ну в общем-то я думаю что это хорошая такая перспектива мы закончим эту часть программы в программе были теоретики современного искусства Дмитрий Булатов и Дмитрий Галкин по скайпу также директор основатель лаборатории Art Science Space Дарья Пархоменко а разговор о том как меняются способы восприятия целей и средства воздействия в пространстве современного искусства мы продолжим после короткого перерыва в эфире рожденные после СССР программа о том как прошлое влияет на настоящее и что нас ждет в будущем Science Art это будущее которое уже проникло в сегодня поскольку именно доступность информации и удобство технологий соединили две крайности строгую научность и чувственную художественность тем не менее эта область искусства как мне кажется требует особых навыков и усилий как от художника так и от зрителя которыми обладает как мне кажется по большей части молодежь людям старшего и зрелого возраста обычным зрителям этот язык мне кажется просто непонятен я хочу гостей в московской студии теперь это Антония Джеуза доктора философии куратор и Ольга Левченко искусствовед арт-терапевт вот ответить на этот вопрос насколько эта сфера искусства доступна широкому скажем так зрителю Антонию или все-таки надо понимать как это работает я вам говорю хорошо да смотрите это очень интересно как даже название программы после рождения поле СССР потому что Сайенсат это до СССР именно рождение и это очень просто когда лаборатории Мастерская они посоединяются вместе когда именно научный ученый и художник работают вместе поэтому нет уже разницы между лабораторией и Мастерской художника что казается трудно ли понимать бывают разные типологии Сайенсарта можно так спросить понимаете ли Виленардо да Винчи это хороший пример и ученый и художник это в одном лице и именно Лярдо да Винчи я знаю что могу сказать даже как витрувьянский человек это прекрасно на обложке любая книга о Сайенсарте можно ставить эту картину Андрей я не соглашусь ой вы согласитесь все-таки там есть разделение есть картина есть некое приспособление то есть некий практически какой-то продукт который вот он придумал то есть там история же была не соединение не художественной ценности то есть вот это вот крылья и прочее это же не для того чтобы это представить как некий объект искусства это вот идея которую хотелось воплотить и сделать это тоже вы считаете вот Сайенсарта там есть исследование анатомическое тело это не это очень важно именно это художники и ученые они ищут продукты кончат чтобы в конце будет их экспериментов может быть разные но я даже интересно когда мы смотрим по древнегречески слово искусство это именно техне оттуда техника технология то есть в слове технология есть и корни искусства поэтому это очень интересно как по большому счету понимаете разницы не очень много действительно что сегодня принимается как сайенсарта то что самые яркие примеры сайенсарта сегодня они достаточно сложные они технологичные технологии очень быстро развиваются и только еще нохау чтобы понимать что ученые художники хотят делать это действительно требуется от зрителя усилия изучать и понимать именно целый эксперимент но все таки этот не сам сказать что что-то которое родилось после Советского Союза это всегда есть нет понятно что есть некие предтечи но вот Ольгу хочу спросить прозвучало у Антони что это что искусство как исследование да то есть тут есть некая разница всегда казалось ну так было в традиционном скажем так мире принято что искусство это вдохновение понятно что есть технологии и они тоже менялись со временем но исследование вы согласны вы вот изучали вы занимались специально этой темой недавно да защитились ну вот как раз одно из того что мне там косвенно пришлось рассматривать диссертации да это то что вот эта парадигма которая в общем так закрепилась в 19 веке о том что там искусство это чувственное наука наука это логично и рациональное там что искусство там познает при помощи интуиции а наука при помощи ну как бы каких-то экспериментальных и логических умозаключений она перестает работать вот естественно science art это происследование но я бы здесь все-таки говорила о том что вообще любое искусство наверное в хорошем таком смысле слова является исследованием вопрос в том что science art я бы все-таки стала отделять именно как соединение искусства и наук вот в таком ключе когда сложно отделить одну часть от другой то есть это именно перемежение двух сфер культуры вот и в этом плане я как раз согласилась бы с тем что это явление для тех кто рожден после СССР потому что вот именно такие чистые проекты там того что мы называем science art они все-таки ну скорее ко второй половине 90-х относятся на мой взгляд а предыдущие это некие такие наработки предварительные подходы естественно явление не возникает там ниоткуда и к нему как бы шли разными сферами и путями но вот это скорее история про то что это действительно новое явление культуры я хочу попросить включить нам фрагмент это Наталья Егорова она художник в Петрозаводске и она расскажет как она заинтересовалась именно этой этой сферой я думаю что это скорее всего свойство вообще склад ума потому что занимаясь начиная вообще с печатных техник в искусстве графических техник я это тоже достаточно сложные техники но мне не хватало чего-то не хватало какой-то сложности в плане в плане изысканий каких-то какого-то исследовательского момента в этом конечно и графически и в графике и в живописи и в традиционных видах искусства там есть этот момент сложности но мне не хватало именно вот такого момента сложности когда ты сталкиваешься с чем-то что тебе абсолютно непонятно что есть как раз в науке есть какие-то вещи которые полностью сталкиваясь с ними ты переворачиваешь вообще в принципе свое представление о том предмете с которым столкнулся и переворачивается несколько твое ощущение мира устройства мира у ученых есть они видят какие-то вещи сквозь узкопрофессиональную призму и они даже не думают о том какие-то связи между явлениями что они могут быть а вот художник когда приходит в мир науки то для него в принципе правил по большому счету не существует и вот как раз таки вот это то что ты начинаешь играть не по правилам науки на поле научном вот это как раз таки и дает художнику такую шанс вместе с учеными открыть что-то этот проект назывался тело под вопросом и я конечно не могу сказать что это science art это такое просто приближение к научным изысканиям и этот проект это изучение лично мое кожи как некого барьера некой одновременной и линии которая разделяет мирно внутренне и внешне классическая тема и плоскость потому что кожа это самый протяженный орган человека поле рецепторов да и это одновременно и внутренне и внешне Наталья Егорова художник Петрозаводск Оль хочу вас спросить вот как вам кажется может быть это вообще такое вы смотрели когда делали свою работу вы смотрели разных художников может быть вообще эта история она обращена главным образом к себе самому потому что многое связано с телесностью с интеллектом то есть такое ощущение что человек через нечто другое в смысле не технологичное не такой как он пытается понять себя потрогать себя потому что вот там у нас слепой в предыдущей части робот значит он тактильно трогал здесь мы видим мурашки тоже в общем и много проектов связанных именно с какими-то вещами такими оборотными это вот как тенденция или это случайность мне кажется я бы назвала это одним из направлений да то есть в любом случае художнику ну по-хорошему должно быть интересно исследовать себя потому что ну искусство оно как бы и отражает личность даже если мы говорим о технологическом искусстве которое в общем считается иногда таким максимально безличностным в силу его как раз той самой технологичности но здесь важно понимать что есть как бы вот этот момент обращения к себе через эти же техники да то есть просто появились новые способы новые средства выразительности художники нашли для себя большое поле каких-то проблем каких-то задач в сфере науки ворвавшись да буквально вот в эти лаборатории захватив их в чем-то и таким образом пытаются обратиться к себе но здесь важно понимать что это вопрос не только взаимодействия с самим собой это все-таки во многом очень часто и даже более часто это вопрос взаимодействия с обществом и там со зрителем как вот там субъектом и с широким кругом людей как сферой такой где можно доказать что-то где можно раскрыть вот эти закрытые лаборатории где можно продемонстрировать какие-то проблемы науки это один из самых важных моментов сайенс арти антоний а вы как-то смотрели какие-то действительно может быть тенденции есть вот что интереснее художникам или может быть они транслируют некое понимание зрителей то что касается биотехнологии какие-то вещи связанные с телесностью с тактильностью это вот можно как-то отследить или это всякий раз непредсказуемо нет то есть есть много чего происходит много чего выставляется поэтому скажем так выбор шапка очень большая выбор большой и есть разница художника и у каждого художника есть свой почерк издельное направление художникам отличие от дизайнеров они не делают все из всего сделают что-то есть определенные впечатления имя то что называется почерк и хорошо они могут это все транслировать и передать публике здесь есть одна проблема мы сейчас смотрели фрагменты работы Наталья Егорова прекрасный художник видеоарта я хорошо знаю ее творчество но что мы получили сейчас визуальный продукт то есть есть разумеется исследование я не знаю историю проекта но скорее всего она обратила к ученому и исследовал но здесь это видеокамера которая позволяет крупный план зум хорошее решение показать тело и мурашки это все такими получаем продукт который визуальный час то есть можно поиски новой визуальности то есть это то что и живописец делает еще остается на плоскости другие эксперименты которые поскольку я сейчас могу понимать больше считать сансы сансов это когда лаборатория или час лаборатории это уже на выставке это именно процесс важнее чем продукт когда мы видим как работаем мы видим что само произведение живой организм если речь идет о биоискусстве какие-то клетки которые все такие они там живее или документация как это все было действительно поэтому визуальный часть это не так не так не так важно важно что это передать атмосферу что это все происходит в лаборатории если мы уберем лаборатории из работы получается уже более традиционной не говоришь что лучше или хуже просто чтобы определить сайенс сад сегодня это именно мы должны так далеко уходить от лаборатории сайенс лаборатории где именно проходят эти эксперименты и разумеется экспериментальный характер есть визуальные работы и в этом поэтому они оба направления направления важны это все начинается заканчивая с художниц но в сайенс арт художнику требуются некие знания которым приходится добирать иногда не всегда добирать вот у нас есть пример ипполита маркелов который по образованию биолог и он сможет как-то более-менее свободно себя чувствовать то есть он пришел кстати мне кажется в сайенс арт и стал работать как художник в общем-то будучи биологом ему наверное легче здесь но обыкновенному художнику условно говоря который хочет зайти в эту сферу ему приходится работая над проектом узнавать очень много я как скульптор столкнулся с некой такой стеной когда за тобой стоят великие предшественники и с точки зрения какого-то мастерства воплощения очень сложно через эту стену пройти ее сломать и в какой-то момент учащаяся в аспирантуре я понял что в принципе я обладаю теми навыками и умениями изначально у нас родилась идея именно сайенс арт проекта то есть у нас коллаборация художника молекулярного биолога и программиста это я моя коллега Люси и вот наш программист крадует арт и сайенс мне здесь хотелось бы начать с каких-то таких более общих вещей например гносиология нам предлагает несколько типов путей познания мира таких как например религиозный научный интуитивно чувственный или философский и каждый из этих путей в моем понимании направлен на то чтобы человек создал у себя в голове некую адекватную картину мира которая могла бы предсказывать некие изменения в будущем в целом мы изучаем феномен межвидовой и внутривидовой коммуникации в рамках этой работы мы используем нейроинтерфейсы и миостимуляторы таким образом мы можем управлять или корректировать управлять движением или корректировать его силой мысли нейроинтерфейс это устройство которое позволяет считывать электрическую активность мозга и преобразовывать их в команды на компьютере и поскольку мы все-таки с научным бэкграундом и нет четких методик по инструкции по работе с нейроинтерфейсом мы разработали дизайн эксперимента провели его и выяснили что наиболее эффективным способом обучения работе с нейроинтерфейсом является способ визуально ассоциативный он заключается в том что вы представляете себя на месте объекта которым управляете в какой-то момент здесь заканчивается наука и начинается философия и искусство не все мы вспоминаем ренессанс но понимаем что это единичные случаи на самом деле это же все-таки попытка она может быть не всегда осознаваемая но вернуться к этому возрожденческому идеалу не зря прозвучал Леонардо Де Винчи который естественно у него есть разделение на то когда он делает искусство на то когда он делает наука но вот этот синкретизм его как человека именно давал нам вот эти возможности увидеть одно в другом но сегодняшний художник он должен обладать знаниями и в области естественных наук и в области истории искусства потому что если художник обладает хорошим научным бэкграундом но слаб в истории искусства из него получается плохой художник сайенс-арт это тоже нужно учитывать поэтому часто мы говорим о том что сайенс-арт это действительно работа процесса демонстрация и плюс работа команд то есть все-таки достаточно распространенный случай когда либо художник пришел к ученому либо реже наоборот либо действительно две ипостаси объединены в одном человеке но это история про то что именно две сферы культуры два языка культуры начинают как бы искать какое-то общее поле взаимодействия но может быть эта история еще искусственная простите меня за тавтологию потому что получается что художник нуждается в неком помощнике партнеры и это история не совсем по любви скажем так то есть он приходит к ученому и предлагает себя то есть они не то что придумали что-то вместе одно и хотят сделать он предлагает ему что-то и тот или отвечает или не отвечает то есть это такая вот если этот ученый не соглашается на один к другому это продукт получается такой какой-то немножко ну не немножко а искусственный нет это может быть тоже такой признак конечно нет опять художник решает что это искусство что это прелесть искусства это определенное видение от художника художник не врет никогда это хорошее искусство никогда не врет показывает мир так как устроен если речь о science art в принципе не меняет интерес художник должен быть себя в проекте тогда он реализует проект нужна помощь от ученых в одном уровне понимаете нужно сотрудничество ученым но учиться 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 понимаете чтобы импрессионизм в конце в концов это было изучение последней теории оптики и света и теории света поэтому родилось импрессионизм очень связано с развития науки и художник должен видеть себя в идее но он не умеет реализовать эти идеи это не только в область в science art еще в технологии даже делать интерактивные вещи художник не умеет поэтому надо обратиться к эксперту который объясняет и хорошее искусство получается только когда они понимают друг друга когда это не ты рука я наоборот голова я решаю это симбиозы хорошо да часто это работа команды художник принимает в конце в конце последнее решение может последнее слово всегда художнику если это арт проект но участвовать в проекте это не просто заказать уйти я вернусь и посмотрим как это все получилось это опять процессы где постоянно художник присутствует но если ему это неинтересно ради проекта это грех есть специальное место в аду где художники горят если они не искренне делают то что они не считают важным это их представление мира но художники тоже двигаются в своем каком-то пространстве пути вот как они идут художники очень разные приходят в сайнс-арт вот Сергей Касич он в большей степени значит со звуком работает но мы можем посмотреть интервью с ним я считаю что настоящий арт-инсайенс он сложный его сложно реализовывать и так и должно быть потому что иначе это один из признаков я бы так сказал вот то есть там художник или автор должен внедриться в научную сферу или научную институцию просто компьютер который сразу же третит закат солнца третит просто прохождение яркого круга как бы сверху вниз и однозначно это как бы шкалирует в прохождении фильтра по шуму вот и получается как бы по идее должно получаться нисходящие глиссанды но из-за опять же глич самой камеры а также того что солнце дает блики на морскую поверхность получаются какие-то полумелодические конструкции которые полностью предиктованы как бы окружающей средой но которые однозначно заканчиваются когда уходит свет очевидно что все заходят с каких-то разных сторон но я хочу отметить что собственно говоря все три художника которые представляют свои проекты они получили поддержку специальные программы музей гараж это искусство технологии и собственно говоря есть гранты у них будет ежемесячные стипендии чтобы они могли работать в этом направлении и сделать какие-то свои проекты это вот достаточно наверное важно потому что ну трудно себе представить что человек сможет использовать какие-то технологии достаточно дорогостоящие в проекте и показать его однажды и собственно говоря на этом все закончится и еще надо же где-то показать то есть вот сложно но у меня такое ощущение что смотри все заходят с разных сторон а может быть это кризис искусства нет вот художники то есть уже развиваться сложно да и вот теперь развиваться в ту сторону может быть последний мой к вам вопрос как вы считаете может быть просто искусство становится принципиально иным то есть вот его методы воздействия наполнения может быть это вообще как бы смена очень важной парадигмы вот в искусстве я бы согласилась с тем что это может быть одним из как бы таких проверяющих моментов к современному искусству вообще но здесь скорее будет история про то что есть там концептуальное искусство есть вот это вот совершенно там самое как бы последнее слово в искусстве это все-таки научно-технологическое искусство но мне здесь близка позиция в принципе ряда исследователей которые занимаются вот этим пересечением науки искусства и технологии о том что мы сейчас идем к некой третьей культуре то есть если вот в середине прошлого века Чарльз Сноу обозначил там очень ярко проблему разделение на две культуры на физиков и лириков и к вопросу об СССР уже там на родине снова эта дискуссия затихла а у нас она продолжалась 25 лет это очень большой срок для обсуждения какой-то проблемы и обозначив на самом деле вот этот разрыв двух культур он показал пути сближения и вот сейчас многие все-таки потихоньку начинают говорить о том что мы приближаемся к некой там третьей культуре где ее составные части будут уже неразделимы друг от друга это утопическая концепция но она имеет место быть потому что здесь это как раз очень хорошо коррелирует с историями преодоления постмодернистского кризиса ну там это как термин сейчас выражают вот и я про это да и ну как бы переход к культуре метамодерна то есть вот я бы все-таки этот термин не постесняла вести применительно к сайенс-арту спасибо Оля Антонио ваш ответ а я просто удивлен от все разные терминологии поэтому вопрос что а кризис сейчас идет кризис в искусстве я хочу сказать потому что действительно сейчас это все большие какие-то громкие слова которые всегда не определяют ситуацию что такое метамодерн и или постмодернизм двигаться куда дальше это же вот вроде все сделано вот красками я не знаю чем-то вот уже все подожди после шек сперва уже быть оригинальным нельзя невозможно это в принципе мы живем в нашем эпике что мы не двигаемся мы не стареем даже то есть наше тело даже идет идет дальше и так есть искусство мир меняет мир это живой организм искусство тоже живой организм если кто-то хочет сказать о тире оригинале это неправный поход всегда художники это есть что-то новое предлагают но это не новаторство здесь проблема проблема это отражает ли правильно художников мир который он живет тогда можно сказать не кризис а плохой или хорошее искусство но кризис никогда не будет пока есть художники спасибо это был Антонио Джуза доктор философии куратор а также Ольга Левченко искусствовед арт-терапевт ну что хочу я бы сказать что похоже что сайенс-арт это такая новая форма гуманистического искусства и скоро наступит ренессанс ну во всяком случае в том современном технологическом воплощении это была программа рожденная после СССР вела программу Тамара Лилинкова воплощении воплощении Продолжение следует...